АПЛОДИСМЕНТЫ И только, пожалуйста, не нужно никаких подколов. Мы себя точно не на мусорке нашли, а заднюю есть кому давать и без Симоньян. Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Поэтому они заднюю не дадут. А вот прекрасная Маргаритка хороша тем, что систематически подгоняет нам темы как просто для глума, так и для сюжета. Примеров тому масса. Вот, например, сразу вспоминается эпичная аналитика о победе над Украиной за два дня. В горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать? Или сопли в перемешку с причитаниями на фоне разрушенного российской же армии храма на окраине Донецка. Покажите то, что осталось от храма. Вот он весь крестом заколочен. Могу ли, зайти нельзя. Все, как видите, в следах боев. Здесь стояли украинские войска, которые прямо из храма работали по мирному населению, собственно, по домам. Короче, Симоньян своей упоротостью и тупостью давно заслужила огромную грамоту с портретом Бандеры. Ну и хотя бы минималку на карту Ощетбанка. И здесь без шуток, прикрываясь уропатриотической риторикой и показательной набожностью. Если бы Россия вела себя как эти нацисты и бомбила бы мирные города, я бы сейчас здесь не сидела. Понимаете? По личному своему выбору. Потому что я верю в Бога. Маргаритка в то же время мастерски выставляет россиян дураками. Сами посудите. Ведь нужно было быть напрочь отмороженной. Либо реальным агентом госдепа. Чтобы на фоне ежедневных разоблачений российских фейков, как ни в чем не бывало, гундосить вот такое. Мы все это рассказываем. Мы ни в чем не врем. Мы не занимаемся фейками и дезинформацией. Чего кому не ясно? Честная Россиюшка, оказывается, вообще никогда не врет. И на федеральных каналах якобы люди слова работают. Только за счет правды россияне всезападные СМИ переиграли. Давай уже, Соловьев, жги. Одна хрупкая, красивая, талантливая девочка из России, которая выросла и стала прекрасной мамой. И великим миди-менеджером уничтожила полностью USAID, CIA, уничтожила полностью CNN, CNBC, Fox News, Deutsche Welle, Франк. Вот всю натовскую машину пропаганды. И вот как после такой затравки не макнуть путинскую информационную помойку в дурно пахнущую субстанцию? Тем более, что для поиска свежих российских фейков даже напрягаться не надо. Включаем, например, очередную программу для полоумных зет-патриотов и, как говорится, слушаем и улыбаемся. В Киеве создали новую ракету под названием Поляница. А кто сказал, что эта самая Поляница вообще украинская ракета? Нет факта применения, нет даже факта существования. Только рисунки и выступления Зеленского. Не о чем говорить. На протяжении всех последних недель останкинские болванчики всячески пытаются убедить глубинный народ, мол, тупые хохлы никаких ракет создать не могут. А те, что могут появиться в Украине, это якобы перекрашенные натовские ракеты. Взяли атакам, покрасили в желто-синие цвета и вот вам на те украинская баллистика в томате. Они берут какую-то там недоработанную вафлю украинского разлива, едва ли они горилкой заряженную, и превращают ее в боевое оружие, хотя сохраняют желто-блокитные цвета. Поляница заявленная, якобы через месяц-другой у них там все это дело будет, не такие темпы фантастические, можно сказать. Это прокси-оружие, на самом деле AT-CMS, атакность, как мы говорим. Но мы же не зря всегда говорили, что прежде чем врать, россиянам нужно обязательно договариваться, чтобы как минимум делать это одинаково. Иначе получится так же позорно, как вот в этом моменте. Ну, тис, товарищ эксперт, что там по ГРОМу-2, какие будут оценки? Такое тоже уже было. Ракетный комплекс ГРОМ-2, который даже показали один раз на военном параде в Киеве, как оказалось, был произведен в количестве всего двух единиц. Применение этого ГРОМа на поле боя никто не увидел. А-а-а, ну все ясно. И здесь блефовали укрым. Придумали ракету, которую на поле боя никто не видел. И все бы хорошо и прекрасно. Но теперь давайте вместе послушаем официальные сводки Минобороны России. Они там вроде как что-то даже сбили. Минобороны РФ сообщило, что в зоне СВО была впервые сбита новая украинская ракета ГРОМ-2. В течение суток перехвачена одна оперативно-тактическая ракета ГРОМ-2. Погодите, в смысле сбили ГРОМ-2? Как можно сбить то, чего нет? Об этом же только что на всю Россию рассказали. Был произведен в количестве всего двух единиц. Применение этого ГРОМа на поле боя никто не увидел. Но так бывает, друзья, в том случае, когда новые темники противоречат старым. Скажем больше, год назад, помимо Минобороны, ГРОМ-2 сбивали языком и пропагандисты. Новую украинскую ракету ГРОМ-2 перехватили российские средства ПВО. В Крыму, в районе села Приветное, российские средства ПВО сбили две тактические ракеты комплекса ГРОМ-2. То есть убогие так заврались, что традиционно перечат себе же. Причем своим трепам недоэксперты, судя по всему, еще и армию дискредитируют. Такс, где там Бастракин? Пара вот этих вот бандеровцев. Применение этого ГРОМа на поле боя никто не увидел. В каталажку бросать? А то и еще вздумали гады. Выставляют дураком святого Канашенкова. В течение суток перехвачена одна оперативно-тактическая ракета ГРОМ-2. Ну а если говорить серьезно, то россияне настолько заврались, что саморазоблачения за поребриком стали обычным делом. Сейчас канал РЕН-ТВ, мастер-класс всем покажет. Многомиллионный поток беженцев с Украины после начала СВО стал серьезным испытанием для всей Европы. С начала СВО в Польшу въехали около миллиона украинских беженцев. Большинство и сейчас живут на полном обеспечении государства. Однако благодарности европейцы не дождались. Не секрет, что попытками дискредитации украинских беженцев российская пропаганда занималась вот с первых же дней так называемой СВО. Причем задача останкинских додиков вполне ясна и понятна. Но убогие всячески стараются сделать помощь Украине и украинцам непопулярной. То есть одной рукой они ударами по энергетике провоцируют миграционный кризис. Нам надо сделать так, чтобы Украина вынуждена была бы отправить сейчас еще 10-15 миллионов беженцев в Европу. И пусть эта Европа решает эти проблемы. И удары по инфраструктуре, которые должны дезорганизовать жизнь всего украинского государства. А другой пытаются всячески демонизировать беженцев. Мол, во-первых, эти украинцы все фашисты. Во-вторых, сатанисты? Это священная война. Мы не можем действовать как зло. И мы воюем с сатанизмом. Но они реально сатанисты, ну вот правда. И при этом они ходят, знаешь, вот изображая жертву. Это же у них любимое занятие. Ну а в-третьих, украинцы ужас какие неблагодарные. Европейцы им и гуманитарочку, и жилье они носом воротят. Вон, поглядите, что творит типичный ух и лямб, переплывший тису. Вот украинец призывного возраста возмущается бесплатной квартирой в Париже. Включил, печь подрубил, чтобы огрело, да? Ноутбук и еще что-то. Просто врубает свет во всей квартире. Счетчик уже не выдерживает. Это слишком много для Европы. Батюшки, ну не стыда ж ни совести. Скажи спасибо, что не на вокзале спишь. Короче, дорогие товарищи европейцы, гоните укров из своих стран поганой метлой. Как бэ, намекает голос за кадром. Беженцам предоставили бесплатное жилье, медицинскую страховку, денежное пособие и многочисленные социальные льготы. Помощь украинцам активно оказывали и обычные люди. Однако благодарности европейцы не дождались. Но знаете, что самое интересное в этой истории? А мы расскажем. Дело в том, что тот самый блогер, якобы украинец, увидел снятую о себе программу. Ну а дальше случилось то, о чем мы говорили. В смысле, бенефис саморазоблачения. И победа мигом превратилась в страшную зраду. Рассказываю. Вот на всю страну признаюсь. Вот мое лицо, вот оно здесь тоже, да? Я русский. И я из России. Я не украинский беженец. Я не призывного возраста. Я русский, блядь. Я из России родился в Новокузнецке. Ой, как неудобно получилось. Хотели ненавистных укров в неприглядном свете выставить, а чувачок гражданином России оказался. Новокузнецк. С Украина? Может быть, РЕН-ТВ притянуть по статье о дискредитации или госизмена, например? Но, конечно же, ни канал РЕН-ТВ, ни другие фейкометы даже не попытаются извиниться, либо же просто признать ошибку. Они ведь изначально знают, кто и откуда еще на этапе написания текста к сюжету. Я для них украинец, но я из Новокузнецка. То есть, получается, когда ты уже Новокузнецк успел стать Украиной? Непонятно. Что это вообще такое? Но никого это, как вы понимаете, не останавливает. Скажем больше, если подходящего видео для фейка нет, то федеральные каналы не ленятся сами снять сенсацию. О, смотрите, какие кошмары у украинской армии якобы на передовой происходят. А вот эта украинка теперь поняла, что в отличие от занятий на полигоне, ранение в реальном бою не гарантирует быструю эвакуацию. Нас накрыли, прилет за прилетом, прошу эвакуацию. Ого, мы не ждали, настрой. Кого мне ждать, настрой осталось, кто могут передвигаться. Остальные двухсотые или трехсотые. Вы там с ума сошли. Как мне их бросить? Дайте транспорт. То есть мало было мужиков, теперь еще и женщин, в том числе и беременных фашист Зеленский в окопа погнал. Если уже берут женщин, то по большому счету Украине просто конец. А теперь лежат эти женщины с ранениями, никому не нужные. А глубинный народ смотрит, кряхтит и охает, мол, а вот по делам им. Ну а мы-то люди недоверчивые. И сразу отметили, что российские файкометы в настолько коротком видео не поленились сделать перевод. Странно, там ведь и так все понятно. Но отыскав оригинал, сразу стало ясно, че к чему. Кого мне ждать? Нас трое залишилось. Кто-то еще могут сами передвигаться. Транспорт? Транспорт нужен. Да вы там еще ебанулися. Как мне их бросить? Дайте транспорт. Дело в том, что российские файкометы регулярно палятся на знании, точнее, не знании украинского языка. Там реально в трех предложениях с десяток русизмов, они бы уже, не знаю, литературного редактора наняли, что ли, чтобы объяснили им, что нет в украинском языке слов «могут», «нужен», «передвигаться» и далее по списку. Кого мне ждать? Нас трое залишилось. Кто-то еще могут сами передвигаться. Транспорт? Транспорт нужен. Более того, лично у нас есть скромное мнение, что эту рашпильную актрису российские пропагандисты привлекают уже с десяток раз. Уж больно показательно чувишка гыкает и да коряво говорит. Например, в прошлой серии, ну, якобы до ранения, актриса с похожим голосом хоронила мужа. Тот, типа, погиб на фронте, а дамочки вроде как выставили некислый счет. Это питание за Антона Формов, в которой он погиб. Антон погиб три недели назад. А они вот что-то просто. Я не понимаю, еще есть сумма 227 тысяч гривен. Я не понимаю, где мне брать эти деньги. Ну, просто, суки. Правильные суки. Этот фейк в свое время разбирали все, кому не лень. Там, помимо чудесного голоска, еще куча ошибок в документах была. Но в современной России даже самое очевидное разоблачение это вообще не повод остановиться, так сказать, поставить вранье на паузу. Ведь ладно-ладно смеются, а вот глубинному-то народу все нравится. Даешь новую серию про девочку в трусиках. Как писал российский же классик, несложно обмануть того, кто сам обманываться рад. А вот именно с этого явления и начинаются все беды путинского неорейха. Эти пропагандисты и зет-патриоты, по сути, достойны друг друга. У одних есть запрос снизу, а другие рады стараться. Вот только совершенно очевидно, что жить в розовых очках всегда не получится. И рано или поздно простым россиянам придется взглянуть на реальность без фейков. Есть у нас большие сомнения, что эта самая реальность Манькам и Ванюшкам понравится. А вот такие фразы недавних кумиров «Мы все это рассказываем. Мы ни в чем не врем. Мы не занимаемся фейками и дезинформацией». Будут вызывать даже не раздражение, а желание тупо дать в нос. А потому от души пожелаем Симоньян и компании не сдерживать себя, ведь чем сильнее они качают маятник сейчас, тем больнее будет отдача.